День работника культуры отмечался в России 25 марта. Это профессиональный праздник для всех, чья работа связана с творчеством. Только увлеченные своей задачей люди могут сделать из рядового сельского праздника брендовый фестиваль. В Волоконовском районе таких фестивалей, известных на всю Россию, уже три. «Русский крестьянин», «Галафеевское руно» и «Зима по-русски». Что выводит от муниципалитет в лидеры событийного туризма в регионе. Авторы и организаторы праздников принимали заслуженные награды. Подробности в следующем сюжете. Каждый, кто сегодня получал награды, заслужил бурные овации зала. Работники культуры – это не только артисты. Библиотекари, музейщики, режиссеры, сценаристы и даже программисты. Я в себе открыла очень много творческого направления, хотя и программист. Дизайнерские какие-то способности. А детям, каждый выбирает свою дорогу. Но если мои звездочки будут блистать на сцене, я буду только рада. Профессиональный праздник – это повод подвести итоги проделанной работы, наметить шаги на будущее. Управление культуры Волоконовского района в тройке лидеров по итогам рейтингового соревнования области. Я могу ночами и часами сидеть, писать эти сценарии, кропать их, что-то сочинять, что-то лепить. Она нас вдохновляет, вдохновляет на творчество, на созидание. Моя работа – праздник мой. Он каждый день во мне со мной. В ближайших планах проведение как уже полюбившихся всем брендовых фестивалей, так и организация новых. В этом году впервые пройдет праздник в уникальном парке Градовских в селе Щидловка. А пока у работников культуры есть редкая возможность самим побыть в роли зрителей. Праздничный концерт для них подготовили артисты Белгородской государственной филармонии. Программу открыла Галина Зольникова, выпускница Волоконовской детской школы искусств, творческая карьера которой начиналась на этой сцене. Сюда я приезжаю, естественно, с добрым, чистым сердцем, с наилучшими пожеланиями своим коллегам, своим любимым педагогам. Очень приятно видеть их всех в зале сейчас. Елена Галатовская, Ольга Черная, Игорь Доценко. Новости мира Велогорье.